О чем я вообще сегодня буду рассказывать более подробно? О том, как мы проектировали ISR backend, о том, с какими проблемами и сложностями столкнулись, как их решали и какие дальнейшие пути развития мы видим у этого сервиса. С чего все начиналось? Изначально у нас было несколько файлов моделей. У нас был пример плюсового кода, который непосредственно работал с этими моделями. Была входящая очередь сообщений, в которой хранились урлики на аудиосообщения, были сервера, на которых эти аудиосообщения хранились, и непосредственно уже результирующая очередь, куда нам нужно было отдавать транскрипцию, то есть уже распознанный текст. Также с самого начала мы понимали, что этот сервис, он будет высоконагруженный, нам нужно будет обрабатывать около 200 миллионов аудиосообщений в день. Мы должны будем делать это быстро, всего лишь за несколько секунд мы должны обрабатывать любое аудиосообщение. И также мы понимали, мы знали, что мы должны будем это делать всего лишь на девяти десятках видеокарточек от NVIDIA. И в начале общий алгоритм вообще он выглядел достаточно просто. То есть нам всего лишь нужно было забрать из очереди ссылку на аудиосообщение, скачать это аудиосообщение сервера, раздекодить, то есть привести, сконвертировать из опус формата в PCM сырые сэмплы, и прогнать уже сырой звук через модели, и как финальный шаг уже отдать в результирующую очередь непосредственно получившийся распознанный текст. Однако был ряд проблем, которые нам нужно было решить перед тем, как уже реализовывать этот сервис. Первая проблема — это слишком много плюсов. Дело в том, что инфраструктура наша, она в основном написана на Go, и, соответственно, реализовывать уже готовые библиотеки на плюсах нам не очень-то хотелось. Соответственно, нам нужно было каким-то образом подружить плюсы с Go. И также мы понимали, что, в принципе, у нас останется плюсовая часть, но плюсы относительно сложны в отладке и профилировании относительно того же Go. Как мы решили эту первую проблему? Все достаточно просто. Для связки плюсов и Go мы использовали расширение языка с Go. То есть верхнеуровневый код мы написали, мы хотели писать на Go, а, соответственно, уже непосредственно обращение к моделям, декодинг и так далее, уже это все реализовывалось на плюсах. Потом мы хотели взять общий плюсовый код, разбить на маленькие функции, поместить в библиотеки, обложить это все тестами, и, соответственно, у нас появлялась возможность для того, чтобы дебажить и профилировать плюсовую часть в отрыве от основного сервиса. Следующая проблема, которую нам нужно было решить, это батчинг. Вообще, что такое батчинг и почему это есть проблема? Дело в том, что обычно, когда вы используете вычисление на карточке, вы используете два основных типа ресурсов на карточке. Это память и это CUDA ядра. И дело в том, что если вы посылаете, допустим, в нашем случае, лишь одно аудиосообщение на видеокарточку для обсчета, то, соответственно, вы проиграете в перформансе. То есть, грубо говоря, гораздо эффективнее посылать уже некий батч, то есть группу аудиофайлов для обсчета на карточку. Однако, как бы, и по идее это вам должно дать буст касаемо производительности, вы будете лучше утилизировать и CUDA ядра, и память. Однако, стоит отметить, что вы не можете, что все аудиофайлы в так называемом батче, что они должны быть выровнены. Что значит выровнены? Это значит, что если, допустим, в одном батче, который вы посылаете на видеокарту, вам нужно сгруппировать одну аудиодорожку длиной в одну секунду и вторую длиной в две секунды, то первую вы просто будете добивать нулями для того, чтобы у вас аудиозаписи, они были выровнены по одной длине. Перед тем, как послать на видеокарту. Соответственно, нам, как бы, не очень хотелось гонять нули на видеокартах, и мы понимали, что нам нужно минимизировать вот этот вот момент падинга, момент выравнивания нулями. Также мы понимали прекрасно, что мы можем минимизировать, но мы все равно не сможем полностью уйти от падинга. Дело в том, что размер, длина аудиосообщения в ВК, она никак не ограничена, и, соответственно, нам легко мог прилететь, могло прилететь аудиосообщение размером, допустим, в час. И как бы вы не оптимизировали, вам все равно пришлось бы столкнуться с большим падингом. Как мы это решали? Выравнивание. Мы просто решили группировать аудиофайлы в большие мета-батчи, мета-батчи, сортировать внутри мета-батча файлы по длине, и потом уже разделять мета-батчи на уже маленькие батчи небольшого размера, которые уже непосредственно попадали на видеокарту. Казалось бы, все просто. Однако что делать с очень большими аудиофайлами? И тут тоже все достаточно просто. То есть если мы не можем по каким-то причинам или не хотим обрабатывать большие аудиофайлы, мы просто не будем это делать. То есть мы будем фильтровать, мы решили, что мы будем фильтровать по длине аудиозаписи, которую обрабатываем, аудиосообщения. И единственное, что нужно было выбрать длину, по которой фильтровать. Мы посмотрели статистику, и оказалось, что в 90% случаев пользователи присылают аудиосообщения длиной не более 30 секунд. Соответственно, как раз эту величину мы взяли как порог для фильтрации. Это были проблемы основные, глобальные, однако также стоит отметить, что когда вы делаете большой высоконагруженный сервис, вы не должны забывать про систему мониторинга. Вообще зачем она нужна? Это для того, чтобы на ранних стадиях вы могли детектить какие-то аномалии и быстро понимать, что же пошло не так и в каком конкретном месте. Допустим, из примеров, один раз у нас моргнула сеть до серверов, на которых лежали аудиофайлы, и, соответственно, время скачивания аудиосообщения оно взросло там с 7 миллисекунд до, по-моему, 70. В итоге начали скапливаться аудиосообщения в входящей очереди. Мы сразу получили алерт об этом, и буквально в течение 10 минут, просто посмотрев на графики, мы поняли, что конкретно и где пошло не так, и сумели достаточно быстро это пофиксить. Соответственно, логи и статистику, и систему алертов нам реализовывать не пришлось, потому что у нас уже есть коробочное решение на основе кликхауса, который мы как раз-таки и заюзали. Итак, мы уже поняли, как мы будем решать проблемы, мы поняли, как мы будем выстраивать систему мониторинга, и, соответственно, у нас уже мы сели реализовывать первую версию. Дизайн обобщенно, грубо, первой версии можно представить как следующей картинкой. В каждом инстансе ISR-сервиса в первой версии было N потоков, N воркеров, которые ничего не знали друг про друга, и которые собирали один большой метабатч аудиосообщений, точнее урлов на аудиосообщения, и прогоняли этот метабатч по нескольким стадиям. Стоит также отметить, что на каждой из стадий были свои воркеры, которые шарились между этими основными тредами, и тем самым мы получали очень хорошую утилизацию ресурсов вычислительных. Вот это вот первая версия, которую мы реализовали, мы ее потестировали разными типами тестирования, и поняли, что она нас устраивает по метрикам. Но как иногда бывает, очень редко, но бывает, что программисты делают свою работу раньше сроков, и это был наш кейс. То есть у нас была готова уже первая версия, однако сервера, на которых мы хотели хоститься, они еще к нам не приехали. Но нам очень хотелось в прот, и поэтому мы начали думать, где бы мы могли развернуть нашу первую версию, чтобы показать ее пользователям. И тут мы вспомнили, что у нас есть видеокодировщики. Дело в том, что в ВК, как вы знаете, обрабатывает очень большие объемы видеофайлов, то есть пользователи постоянно нам льют гигабиты видео, и, соответственно, это видео нужно как-то обрабатывать, его нужно кодировать. Как мы это делаем? Мы это делаем на видеокодировщиках, и видеокодировщик — это во факту сервер, на котором крутятся PHP скрипты, которые дергают FFmpeg, и тот уже в свою очередь дергает модуль NVENC от NVIDIA. Модуль на карточке. И тут ключевой момент, который хотелось бы отметить, это то, что кодирование, происходящее на вот этом модуле, на модуле NVENC, оно никак не затрагивает, куда ядра, то есть куда ядра при этом простаивают, и памяти при этом юзается очень мало. То есть, для примера, на той же T4 для кодирования одного видео нам хватает буквально нескольких процентов от общего объема памяти. Однако тут тоже возникла проблема. То есть дело в том, что на видеокодировщиках, во-первых, уже имелся еще один сервис. Это наш сервис по нарезке фотографий, по нарезке картинок. Это сервис называется IMP, который на лету на видеокарточках нарезает картинки. И, соответственно, нам нужно было каким-то образом разместить сразу три сервиса на одной карточке, на одном сервере. И как бы все бы хорошо, но дело в том, что когда вы с разных процессов обращаетесь к одной видеокарточке, то неизбежно вы попадаете в ситуацию, когда у вас идут свечи контекстов для работы уже непосредственно в драйвере. И плюс также каждый из этих процессов, когда он обращается к видеокарточке, он монопольно захватывает CUDA ядра. И при этом, скорее всего, он не утилизирует их на 100%. Соответственно, нам каким-то образом нужно было совместить все три сервиса и сделать это так, чтобы они по максимуму утилизировали и память, и те же самые CUDA ядра. И мы посмотрели в сторону решения от NVIDIA. Это MPS, так называемая технология. Грубо говоря, это прослойка между вашим клиентским приложением и уже непосредственно драйвером и самой видеокарточкой. И именно MPS берет на себя уже основную работу по, получается, шерингу ресурсов видеокарточки. Соответственно, вам уже ничего не нужно делать, никаким образом не изменять, не стоит, нет необходимости изменять код клиентского приложения. Таким образом, мы поняли, как мы поселим все три сервиса на видеокодировщиках, и дело оставалось за малым. Мы вылили это все, открыли пользователям, и что в итоге мы получили. По итогам первой версии мы отдали, мы показали этот сервис пользователям. Мы еще раз убедились, что мы очень быстро обрабатываем аудиосообщения. Также мы спокойно держали нагрузку в 150-170 миллионов аудиосообщений в день. И также этот сервис был крайне надежным. То есть буквально с момента старта, если мне память не изменяет, это где-то июнь был, никаких серьезных проблем с этим сервисом не было. Однако мы понимали, что мы можем сделать еще быстрее, мы еще лучше этот сервис, мы понимали, что мы еще лучше можем заиспользовать ресурсы имеющиеся. И дело в том, что первая версия, она имела ряд проблем. То есть хотя она, в принципе, нас удовлетворяла. Во-первых, из-за того, что метабатч, как бы проходя через все стадии, мы могли отправить результат только уже после того, как мы распознали все аудиосообщения в этом метабатче. То есть, грубо говоря, если в метабатче было короткое аудиосообщение и длинное, и короткое распознавалось раньше, мы все равно ждали, пока распознается длинное. Это не очень хорошо, это влияло на задержку. Также мы понимали, что при такой архитектуре у нас любая ошибка, как бы, грубо говоря, в метабатче, то есть при обработке на любой стадии, любая ошибка, она вела к тому, что у нас в метабатче оставалось меньше данных. То есть, грубо говоря, на стадии декода мы почему-то не смогли раздекодить аудиосообщение, и потом у нас уже метабатч вместо условных 200 аудиосообщение составлял всего лишь 199. И такие случаи были не редкостью. Что же мы сделали, что же мы придумали? Мы взяли и переписали приложение, заредизайнили его. Теперь уже мы отказались от вертикальных воркеров, от непосредственно тредов исполнения в программе. Теперь у нас все приложение, оно выглядело как единый пайплайн с унифицируемыми степами. Каждый степ, он отвечал за свою фазу обработки. Каждый степ, как я уже сказал, он был унифицирован, то есть он имел входящую очередь, он имел этап батчинга, имеет этап батчинга, имеет эндворкеров, которые делают непосредственно полезную работу, и два канала результирующие, в которые мы уже кладем результат работы каждого степа, и канал с ошибками, из которого мы уже отправляем сообщение об ошибках пользователю. Соответственно, мы заимплементили такой дизайн, и у нас получилось на выходе, что мы стали быстрее избавляться от плохих данных в пайплайне, мы быстрее начали отдавать транскрипцию пользователям, и мы выкатили вот эту вторую версию непосредственно уже юзерам, и что оказалось по факту, по факту мы улучшили 90% при обработке на 30%, то есть мы стали гораздо быстрее обрабатывать аудиосообщения, мы получили легкорасширяемый пайплайн из-за унифицированных шагов, и мы получили более детальную обработку и мониторинг ошибок на каждом из этапов процессинга. Однако, как я уже сказал ранее, мы фильтруем аудиосообщения, то есть мы избавляемся от очень больших аудиосообщений, и нам хотелось, мы понимали, что в какой-то момент нам нужно будет это решать. Каким же образом мы решили поступить? Мы решили сделать просто. Мы решили взять, если это длинное аудиосообщение, разбить его на несколько кусков и уже эти куски прогонять по стадиям процессинга и, допустим, на этапе LM модели уже склеивать эти куски обратно. Однако, как бы тут есть нюанс. Дело в том, что мы не можем вслепую разрезать аудиосообщения на этапе декодинга. Почему? Потому что, допустим, в кейс, когда пользователи, мы хотим резать, допустим, на третьей секунде, а пользователь, начиная со второй по четвертую, сказал что-то нечленораздельное, и у нас и так будут сложности с распознаванием этого слова, а тут мы еще возьмем и разрежем его пополам. Тогда у нас вообще не будет никаких шансов на то, чтобы нормально распознать это слово. И, соответственно, нам нужно делать разрезание умно. И тут мы посмотрели в сторону ватт-алгоритмов. Voice Activity Detection алгоритмы – это скоп алгоритмов, которые как раз решают проблему идентификации голоса на аудио, на каком-то куске аудио. То есть, грубо говоря, мы можем с какой-то вероятностью сказать, что там, условно говоря, на 30 миллисекундах аудио, есть ли голос человека или нет. Почему именно ватт-алгоритм? Потому что они уже давно используются, соответственно, они достаточно быстрые, они широко представлены как в кодеках, так и протоколах работы с голосом. И в своем решении мы заиспользовали имплементацию ватт от Google из протокола в Эбр-ТС. Это, по сути, статистическая модель Gaussian Mixture Model, в которой на вход мы просто скармливаем какие-то маленькие куски аудио и на выходе получаем вероятность, которая показывает, присутствует ли голос на этом куске или нет. И также хотелось бы отметить, что вот это уже разрезание, оно уже на этапе бета-тестирования и в скором времени мы отдадим уже, надеемся, это пользователям. И, соответственно, это нам дает возможности для использования сервиса ISR в других уже целях, не только для того, чтобы распознать аудиосообщения, но, допустим, мы можем уже делать транскрипцию для подкастов, мы можем автогенерить, получается, для видеофайлов субтитры, вот, ну и так далее. То есть у нас уже по факту руки становятся развязанными. Какие бы выводы, какие мы выводы сделали, пройдя вот этот весь путь от какой-то начальной точки до уже готового сервиса, эти выводы, они могут показаться достаточно тривиальными, но за ними стоит там пот и слез, наверное, и крови не было. Вот. Первый вывод, который мы для себя сделали, это что нужно выбирать технологии, которые подходят именно вам. То есть связка Go и C для такого рода задач, она нетипична и нетривиальна, и мало кто ее использует, однако нам она зашла просто на ура. Второй момент — это то, что много логов, мало не бывает, много логов и статистики, тем самым, как, повторюсь, вы получаете механизм, через который вы можете достаточно на ранней стадии детектить какие-то аномалии и проблемы. И третий вывод, который мы сделали, это то, что к решению новых проблем стоит подходить итеративно. То есть, грубо говоря, если вы решаете действительно что-то новое, какую-то новую для себя проблему, то вы никогда не увидите подводных камней сразу. И, соответственно, нужно идти в первых версиях на какие-то трейд-оффы, постепенно улучшая ваш продукт. Продолжение следует...